Всем привет, друзья! Суббота. Очередной оффроуд сейчас будет у нас. Сегодня новый автомобиль Suzuki Samurai. Там ночной был тест-драйв, но ночью не очень хорошо видно. Ну и объективно сегодня посмотрим, как он едет и сравним с другими внедорожниками. Ну, машина с хорошим потенциалом. В общем, сейчас все увидим. Только мне долететь надо до до оффроуда самого. Не очень далеко сегодня. Километров 20 примерно по асфальту. Смотрите, покажу. Понару приварили. Она видно давно. Там уже нестабильно себя чувствовала. И подруливания намного меньше. Едем на четвертой. Ну, скорость небольшая, но, тем не менее, передвигаться легче. Может, у кого-то есть информация? Я уже спрашивал, не все слышали, может, как совместить гидроцилиндр с традиционным рулевым, чтобы было и в болоте хорошо, и на асфальте уверено. Напишите, может, у кого-то есть информация. Обгоняют нас мало. Все снимают. Практически каждая машина нас догнавшая ведет съемку в Инстаграм, в Ютуб, не знаю, куда еще. И себе на память. Так, друзья, вот, наверное, причина пробки видна. Сейчас посмотрим. Все перестраиваются в средний ряд. Как классно на воде. Надо тюнингануть машину. Да, можно будет кататься везде. Давно есть этот план, но пока немножко еще. Да, просто чинят дорогу. Не знаю, можно найти время, и когда не жарко, и когда машин меньше. Никто об этом не думает. Да, ночью платить, наверное, больше надо, не знаю. Думаю, да. Хотя выходной сегодня тоже люди на байдарочке шикарно идут. Так, друзья, долетел я нормально. Вот сейчас с этого поворота банда выйдет. И мы поедем уже дальше вместе. Хорошо доехал. По нару красавчики, спасибо огромное, ребята, заварили. Намного легче ехать. Она, видно, давно уже все-таки была не в порядке. А вот и серьезная банда. Бородач лично возглавляет колонну. Да. Сейчас посмотрим, кто там есть. Так, вижу Чироки сзади. Крис на патруле. Влад на патруле. В общем, сейчас всех увидим. Да, так все заросло. Хотел рассказать, ну, кто не с Украины, те не знают. В общем, лето как включили, как по календарю просто. Раз и 30 градусов. А до этого 13, 12, 8 ночью. И причем такой весь май был. Так, ну, тут люди оффроудно-легковых у них. С ними сложновато разъехаться. Так, друзья, ну, подсохло, подсохло. Ну, есть тут интересное место. Очень интересное. Там мало кто едет. Классное болото. Есть где покупаться, кстати, рядом. Летом, ну, летом всегда хорошо. В любом месте. Вспомнил момент, вот примерно в этом месте, может, там чуть дальше или... Нет, где-то в этих деревьях. Зил-131. Здесь мы залили 20 литров. Макс ездил за за бензином. Вот, да, да, вот где-то здесь буквально, вот где мы сейчас едем. Мы залили и сейчас будет маршрут. Я думаю, Бородач туда нас ведет. То есть, ну, проехали здесь по Бездору может, ну, километра два, может, ну, два с половиной, не знаю, но очень мало. И 20 литров закончилось. То есть просто... А перед этим, я вспомнил более точно, ребята залили в районе Абалони, в районе Петровки, кто Киев знает, это, ну, отсюда 25 где-то километров по асфальту, ну, тут вот, ну, не больше. И залили 50 литров, и вот они здесь у них закончились. То есть, небольшой был тут маршрут, чуть-чуть покатались, и все. Смотрите, есть даже оффроуд. Я объеду. Блин, объехать не удалось. Боюсь застрять. Видно, что тут хорошая колея была местами. Тут, конечно, вот в такую субботу, как была дождливая, несколько недель назад, было бы тут ярко. Сейчас будет классная провод. Я уверен. Бородач нашел болото. А, мы тут катались, вспоминаю это место, но это было в завершении оффроудного дня. Паша решил здесь начать. Можем попробовать. Ну, тут хорошее болото, такое настоящее, качественное. Самочувствие его отлично. Видите, бодро вылез, и пошел в кустики. Центу убираешь у иностранца, Днепропетровский, да? Хочу, чтобы я разговаривал по-нормальному, по-русски. Не-не, он потеряет шарм тогда весь, понимаешь? Шарм весь потеряет. Он как в Лаймавайкуле практически, понимаешь? Ох, какая машина! Леня! Ты тут еще не был, наверное. Пашенька, как твое самочувствие? Переживают подписчики. Хабы, включи мне, я так не поеду. Ох, елки, вот это уровень покатухи, я понимаю. Да, буду сейчас только камеру выключить. Э-э-э! Вот это твое. Да, ну это мало, ты что? Да, ты точно любишь? Не, ну Леня самый серьезный штурман в мире. Что-то не включил. Что-то не включил, блядь. Зато не далеко. Он и все. Витя в недоумении думает, как, да? Не могу поверить, нет, безостановочное проедем. У него закончились попытки выигрышные. И ты на УАЗе выехал. Руслан, а ты на УАЗе выехал? Не, он же в дождь. Как вы вообще сюда попали, мужчина? Через границу? Да. Ночью? Да. Ну, блядь, я долго бы еще выезжал, если бы не вы. Собери эту говно-курыцу, надо. Что это? Что? Я скажу, что в Курдове есть. Курдове есть. Ну да, подбодрить надо. Да? Конечно. Ну давай. Надо показать уверенность. включил заднюю, да? А как начинал? По танковой шел уверенно, да? Я тут без пониженной. Он и утром сегодня ездил, как красавчик. Тоже, да? Все. Все. Сотри. Как же он? Ты видел, там даже провалился, вперед пытается. Я вижу, но она всегда у него сцепление, мне кажется. Поехал. Так, штурман нашел новый маршрут. А, ох ты ж, елки. А, сестру, аж заглот. Да. Все, Руслан сейчас придаст уверенности нашему прохладу. Ух ты. Вот он маленький пошел, пошел. Нормально. Все, можно ехать. Макс, гаражик заехал? Хорошо. Вот это глубина с леду. Все, Руслан, уезжай. Все. Вот как надо ездить. Вот. Я нашел траекторию проходную. Едет и еще в инстаграме пост выкидывает. О, технология. Руслан собирается застрять. Делает все, по крайней мере, для этого. Но она никогда не застрянет. Очень серьезные люди ее строили. номер будет в описании. В описании будет номер. Лень, у тебя уже резина высохла, пора ехать. и вперед. по колено. Лево, право, лево, право. Давай, 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 двигается. Обожаю эту машину. Постоянно, из любой, из любой беды выкарабкается. Сантиметру, по сантиметру, по сантиметру он и идет. Класс. Давай, давай. Руслан, длигает целый остров. Медленно не пошла. Давай, давай, давай. Опасно тут стоять, потому что на этом все ходит ходором туда-сюда. Все. растоптал остров. Ну все, это последний раз. Ему даже последний раз не понадобился, просто уехал. Вот так вот я выгляжу. хорошую вознюю, Руслан устроил. Все ходором тут ходит. как бы выбраться отсюда, чтобы он меня не переехал. Все, уехал. Вот такая вот машина. Просто уехала. А мне теперь выходить отсюда. Я говорю, Руслан, подожди, досяду. Нет. Нет, говорит, снимай. Ай, ой, ой. Смотри. Смотри. Он сейчас назад ходит. О-о-о. Он сейчас назад ходит. Руслан, чуть вперед проедет. Мне кажется, там надо бензопилой срезать. То, что ты намотал, Намотал много, да. Фух, едет потрясающе. Ну это, если был спущен, я бы просто проехал. Понял? Едет потрясающе. В колесах, под асфальт колеса. Надо, наверное, Лене продавать этот УАЗик. Чтоб он хоть где-то ехал. А то, бедолага, покупает одну с другой, мучается, никак не едет ни одна машина. Леня, надо продавать, самурай. Да не, нормально. Тут просто очень жёстко. Да, конечно. Чуманджи. Кто помнит этот фильм и эту игру, ставьте лайки. Потому что фильм серьёзный, перевернул в детстве воображение. Как и Лёнин самурай, должен перевернуть воображение всех джиперов, но пока что что-то... Ну, блокировка может не включается. Там тоже намотало уже капитально, он может не ехать из-за этого только. Но это все джиперы стоят отдыхают. Держи. Давай. Витя всё снял, красавчик. Где креветка? А, креветка. Точно креветка? Не дай. Улитка. Я её отпущу. Отпусти её на место. Это вы иностранцы, такое же попало идите, европейцы. Ну, то, что я говорил, ведь температура поднялась и упала, то есть вообще чётко всё работает, система. Давайте вот так это болотце выглядит из салона, когда через него переезжаешь. патруль почти в стоке, внедорожник. Продолжение следует...